В республике работают над исполнением августовских указов Егора Борисова. Особое внимание уделено жизненно важному для населения направлению в сфере здравоохранения. Отдельным пунктом в указе выделено внедрение вежливой медицины. Меры приняты для улучшения медобслуживания, начиная с обращения в регистратуру до полного выздоровления пациентов. Этот аспект начали внедрять в медцентре и в ряде поликлиник столицы. Другое дело, ситуация в районах. На местах, к сожалению, еще далеко до необходимых стандартов качества медицинских услуг. Из Нерюнгре репортаж Галина Якимчак. С началом осени в местные поликлиники снова потянулись вереницы заболевших нерюнгринцев. В коридорах учреждений все те же очереди. Нехватка врачей уже никого не удивляет. Но терпение пациентов не бесконечно. Талонов нет. Все. Я теперь не знаю, мне идти вот в эти два кабинета или уже смысла нет идти. Или сейчас сразу в регистратуре, что я не попаду никогда к неврологу? Как быть мне? Качество обслуживания и возможности бесплатной медицины не устраивает большинство нерюнгринцев. Нет, недовольно. Мало медработников. Возрослые врачи вообще не видят в нас как людей, которых можно обслуживать. То есть либо им надо деньги на лапу давать, либо просто идти в какую-нибудь другую больницу, где надо платить деньги за то, что тебя просто обследовали. В таком тяжелом состоянии находилась глава окружения, давление, что в итоге 21 день на больничном пробыла. И меня выписывают к неврологу на этот, как идешь, на ВКК. Говорят, да вы симулируете, вы просто здоровая, вы просто работать не хотите. Все. Я в итоге беру билет и еду в Благовещенске обследоваться. Многие нерюнгринцы привыкли обращаться за медицинской помощью к специалистам, находящимся за сотни километров от их родного дома. В Благовещенск, Хабаровск, Новосибирск, Читу и столицу нашей республики Якутск. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгрин.